У нас с Соединенными Штатами не совпадают позиции в отношении того, что происходит на Украине и почему это происходит. Но тем не менее, если Вашингтон заинтересован в содействии умиротворению ситуации, в содействии создания условий для диалога между Киевом и руководителями ополчения, руководителями ЛНР и ДНР, я считаю, что это было бы шагом в правильном направлении. Главное не потакать идеям, которые витают в Киеве, в частности, о необходимости набраться силы и вернуться к силовым методам решения кризиса, а отговаривать горячие головы от подобного рода мыслей и добиваться того, чтобы обязательства, которые взяли на себя киевские власти, а именно линия на политическое урегулирование украинского кризиса, чтобы эти обязательства выполнялись. Мы, с твоей стороны, будем всячески содействовать. Перед началом сегодняшней встречи во время очень короткой и стремительной протокольной съемки один из американских журналистов задал вопрос Сергею Лаврову о том, находятся ли на востоке Украины российские военные. Глава внешнефилитического ведомства России ответил однозначно «нет» и напомнил, что официальный представитель госдепа Джин Флайки признала, что доказательств их присутствия у американской службы не существует.